Субтитры сделал DimaTorzok 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 Точнее, на верхней линии уже вовсю бушует драка. Правда, никого здесь убивать не получается. На первом уровне все достаточно толстые. Но хотя вот сейчас Мессию там можно будет пробить. И это First Blood для команды Infamous. Последняя тычка. Хотя нет, засывили. Ой-ой-ой, еще и убьют. Тут Вивера получается забрать первую кровь. Кингер Ди, и это First Blood для Digital Chaos. Неожиданный поворот событий. И уже похоронил я действительно здесь Мессию. Но, как мы видим, все-таки Crystal Maiden дает о себе знать. Показывает Диджитал, конечно, что не просто так они взяли этого персонажа. У HF, на тем временем, могут быть проблемы. Но живет, живет. Пурменшилд его спасает. Пробить его пока что Виверу не получается. Ну и внизу. Кинг Тека пока что абсолютно спокойно стоит против Бестмастера. На верхней линии, как мы уже видели, трипла на триплу. Ну и Crystal Maiden начинает получать все-таки второй уровень. Начинает получать некоторый буст уже в лесу. Да, будет сейчас все-таки второй левел у нее с этих крипов. Получит на пассиву в единичку. Вкачает для того, чтобы бустить Джиггернаут и того же самого Джекероса. Так, неплохо по мане. Ну и наверху. Думал я уже, что собираются кого-то убивать. Но нет, Джиггернаут просто-напросто вместе с Дизраптором зашли. И посмотрели, что происходит. Получили информацию о том, сколько героев находится сейчас на этой линии. Не ушел ли никто. Могут возвращаться спокойно на линию Джиггернаут. Добивать крипов. Но пока что, опять же, все более-менее ровно. По аккору персонажам на верхней линии получается. И АЧФ, и на Джиггернаут добили по восемь крипасиков. Джаггер тем временем раскрутился. Уже вынужден пытаться отсюда уйти. Это сейчас под минус армором. И сломать пока что червяка не получается. Вивер. В итоге пока что живет. Вивер это будут еще и убивать. Очередной раз поймали его. Джиггернаут в сноуболе. Опять же, его сейвят. АЧФ не попадает на торрент. Он все же будет здесь умирать последняя тычка от Дизраптора. Размен. Два в один в пользу команды Digital Chaos. Ну и, конечно, Джиггернаута отдали. Но забрали Кунку и Вивера. Вполне неплохо. Джаггер получил экспириенс. Из-за того, из-за другого. Хотя, по-моему, за Кункиевич это не особо. Ну, это пока что вопрос. Нет, Джиггернаут не получил экспириенс для Кунки. Или нет? Да, нет. Да, не получил он все-таки экспириенс от Кунки. Умер перед ним. Но в любом случае неплохо. Потому что по золоту все же у Джаггера сейчас должно быть все немного получше, чем у Вивера. Вивер, правда, добил чуть больше на два крипа. Но все это связано с тем, что линия была подпушена в их сторону. Но сейчас линия уже подпушена в сторону команды Digital Chaos. Так что здесь HFN может спокойно добивать крипов. На счет вот пытается сделать СМК, но сделать этого не получится. Слишком уж рядом крипы. Но опять же будут в это время получать золото еще и с нейтралов. Игроки команды Digital Chaos. И пока что это все смотрится очень сильно на верхней линии. Здесь должна, должны Digital Chaos брать свое. Ну и на миду пока что никто никого, опять же, не убивает. Никто сильно никого не хитает. Стоится более-менее ровно в миддл лейн. Ну вот сейчас только, кстати говоря, Некрофос очень неплохо подденайл двух дальников. Двадцать три добьеты крипа у Некра и у Пугны. Двадцать два. Так что, в принципе, все не то, чтобы здесь было каким-то образом неравно. Кунку очередной раз цепляют. Работает все-таки колба от СМК. И получается забрать Кункевича. Еще и будут цеплять Дизраптора. Мэссю его здесь просто-напросто закрыл своими айшардами. Но нет. Нет, пока что он живет. А вот Вивера можно будет попытаться уже убить. Варт работает, но Варт разбивает. Дизраптор уже. В Дизраптор очередной раз вкатываются. И будут, получается, делать этот килл. Хотя Мэссю здесь сам еще может отъехать. Мэссю все-таки умирает. Кингер Дей будет делать отсюда дипаут. Не получится у него здесь ничего. Потому что, опять же, в конце-то концов был еще и крест от Кунки. Но дэмэжа хватило и так. Забрать. В итоге, просто-напросто сейчас размениваются два в два. Саппорты на верхней линии. Но, опять же, более-менее равный размен. Пока что преимущество ни у одной, ни у другой команды ни на одной из линий не присутствует. А вот сейчас, между прочим, Некрофоста может и умереть. На Блаз, правда, не хватает. Мана пока что Пугня. Нужно будет сейчас отойти. Прожать Боттл. Подрегениться. Некрофос. Есть Стики. Приходит сюда еще и Кункой. И это может быть проблемой. Работает Торрент. И пока что хватает все-таки маны и хитпоинтов HFN для того, чтобы здесь выжить. Но, Стингер. Вместе с Леву Сайлом сейчас быстренько отойдут. Подхилятся на Шрайне. А Пугня наверняка придется... Идти. Домой. Идти на базу. Потому что Шрайн уже был проюзан. Не то чтобы очень давно. Ну, и Некрофос все же имеет преимущество с Миддл Лейна. Так что здесь получается все пока что немного в сторону команды Инфеймос. Ну, вот на нижней линии, в принципе, Джакира целых 36 крипов добил. Бестмастер здесь ему не очень сильно-то уж может помешать. И сам не особо-таки может крипов добивать. Но вот сейчас на него вышли и будут делать этот килл. Инфамос, конечно же, Джакиросу никуда отсюда. Не уйти. Вардов не имеется. Ну, и действительно, это сулит некоторые проблемы для нижней линии у команды DC. Вот Джакира, во всяком случае, сейчас получается убивать. Ну, и Джакира действительно фармил здесь намного больше, чем Бестмастер. Добито у него намного больше крипов. Ну, и на данный момент, опять же, гоняет его чуть ли не на 700 единиц золота. Так что можно сказать, что у Digital Chaos нижняя линия здесь выиграна. Соответственно, выиграна даже, наверное, немножечко все-таки еще и верхняя. Потому что у Джагира фарма здесь побольше, чем у Вивера будет на самую малость. Ну, и проигран мид. На самом деле, более-менее равносильно все. Опять же, такого прям большого преимущества ни у кого ни над кем нету. На мидл линии тем временем все-таки выходят на Пугну. И Пугна отправляется прямиком в таверну. Мэсью здесь также еще и подцепили. И наверняка тоже будут пытаться убивать Тускара. Уже нету Сноубола, нету Альшардов. Так что отправляется в таверну он тоже. Тир-1 тавер на мидл линии начинает страдать. Четыре героя сразу же в него вгрызаются. Правда, крипы отходят, так что подпушить здесь не то, чтобы очень хорошо получалось. Прилетает на нижнюю линию Лео Стайл и будет здесь уже все-таки получать для себя дополнительное золото, дополнительный экспириенс. Пока тиммейты пытаются сломать Тир-1 тавер, подпушить линию. Ну, опять же, хорошее решение, потому что Бестмастеру прям вообще не получается стоять против Джекироса. Ликвидфайр очень сильно пробивает. Ну и Джекира продолжает получать экспириенс, что тоже, опять же, очень важно здесь для DC. Как-никак, это герой, у которого очень хорошая таланта, плюс 20%, 25% получаемому опыту. Есть Смоб, между прочим, от DC. Ну, плюс 150 золота в минуту на 20 уровне, это уже очень-очень круто. Так, ну и готовятся. Готовятся, все-таки Digital Chaos. Кунг отправляется в таверну, просто-напросто разломали, его взорвали абсолютно, целиком, полностью. Бестмастер отправляется в таверну. Ну и Digital Chaos все-таки делают, совершают двойное убийство на металлинии. Ну и продолжают. Продолжают, продолжается пока что этот матч. Тысяча по золоту лидирует Digital Chaos. 7-6 счет на этой карте в пользу DC, но, опять же, это только лишь десятая минута игры, и здесь никакое преимущество по золоту абсолютно ничего не сулит ни одной другой команде. Тем более, вот такой вот маленькой. Это, скорее, погрешность даже, чем преимущество. Так что, DC. Ну, можно подумать вообще, кто будет смотреться получше в лейте. Лично мне кажется, что все-таки Digital Chaos, потому что есть Джиггернаут. Джиггернаут, который, опять же, будет спасаться здесь от Некрофоса с помощью своего Blade Fury. Джиггернаута есть, чем подсейвить. Здесь немало контроля у Crystal Maiden. Опять же, Таск может засунуть его в свой Ice Shard. Нет, не в Ice Shard, извиняюсь, Snowball. Ну и Digital Chaos. Такое ощущение, что все же будет здесь немного посильнее. Пугна будет пытаться уходить все-таки с верхней линии. Сейчас ее тут очень плотно контролируют, и получается делать этот фраг. Очередной раз Некрофос здесь с косы по ней зарядил и на 30 секунд отправил в таверну. Ну и раскинул свою Рокропиру. Рокропиру, Макропиру, конечно же. Джакира и подпушивает верхнюю линию. Просто навык не дает крипам подойти к таверу. Не дает возможности тут прям хорошо взять, собраться вчетвером и подпушить команды Infamous. HFN тем временем все-таки сломал тавер на нижней линии. В итоге по пушу действительно лидирует сейчас коллектив Digital Chaos. Опять же, по золоту это им дает небольшое преимущество. Но с другой стороны, Infamous здесь тоже смогут сломать в ближайшее время ТВРА и получить заставку. За это достаточно немало золота. Но сейчас все-таки позиционное преимущество имеется у Infamous. Даже не то чтобы по... Не то чтобы позиционно, а просто-напросто по игре, по... Территориям, скажем так. Территориальное, можно назвать, это преимущество. Которое, на самом деле, позиционку может очень неплохо увеличивать. Неплохо так прям действительно ее бустить. Ну и Пугна. Продолжает пытаться фармить. Опять же, уже вынуждена сместиться в лес. Слишком больно ее убивают. Действительно, попасть туда кому-то очень даже сильно не хочется. Ну и на безопасной для себя территории сейчас пытается команда Digital Chaos получать золото. Обзорвер Вард стоит здесь, здесь и здесь еще стоит Вард. Так что, действительно, в этом лесу, в этой части леса абсолютно спокойно может фармить любой персонаж. Так, что-то не то получается. Начинает у меня, опять же, логовать вся эта рисовалка. Вот так вот это примерно происходит. Ну нет, сейчас не получилось. Ну, ладно, Мэсью в итоге все-таки задавил за Терротавру вместе с Джиггернаутом. Будут пытаться убивать Вивера. Но поздно поставили Сентри Вард, и Вивера в итоге здесь вот кинобить не получается. Терротавр, правда, в большой опасности. И наверняка будет падать. Как-никак, опять же, Кингтека уже здесь, и Тавр точно упадет. Но, возможно, сейчас со спины попытаются зайти все-таки Инфумус. Попытаются здесь кого-нибудь словить. Есть уже телепорт от Вивера на шрайн. И надо бы сломать Хилинг Вард. Ёй, хороший, кстати, шторм кидает Филд по троим. Можно кидать корабль. Корабль попадает тоже по троим. Просто-напросто взрывает здесь команда Digital Chaos. Работает, конечно же, ультимейт от ЦМки. Но уже минус 3 в исполнении команды Digital Chaos. Точнее, наоборот, в исполнении команды Инфумус. Умирают 3 персонажа команды Digital Chaos. И еще и Кингер Ди здесь точно никуда не будет уходить. Телепорта у него не имеется. Стингер может умереть. Но Стингер пока что живет. Но это может быть ненадолго. Хотя, с другой стороны, опять же, Гошип там его очень хорошо подсейвил. Дизраптор все же будет умирать. Ад, он его высосал. Ну и Пугна здесь наверняка тоже никуда не уйдет. Все-таки Лео Стайл бегает быстро. Да еще и сейчас Крест можно будет повесить. Крест есть по Туну. Разбирает, правда, его Джиггернау с помощью умнислэша. Ну и Некрофос вынужден делать тэп-аут. Что ж, неплохо. Неплохо. Подрали сейчас Инфэймос. Просто-напросто, действительно, мувики, демки для нас сделали. Размен 4 в 2 в пользу команды Инфэймос, конечно же. Ну и сейчас у Digital Chaos могут начаться определенные проблемы. Хотя все очень ровно. Все очень ровно. Преимущества, опять же, отыграли сейчас Инфэймос. Вот такие вот графики. Немного было преимущества по золоту. Небольшое для команды Digital Chaos. Ну а сейчас просто-напросто графики в нуле уже потихонечку двигаются в сторону Инфэймос. Так, накричали. Crystal Maiden. Должна отправляться в Терну прямо сейчас. Да, все-таки догорает. Ну и здесь ничего не поделать. Все-таки ЦМК очень тонкий саппорт. Опять же, бегает медленно. Так что жить... Ну здесь, действительно, ей будет сложновато. Опять же. При том количестве контроля, который имеется у команды Инфэймос, здесь ЦМК можно выцепить очень легко, ровно так же, как и, наверное, ту же самую Пугну. Не то, чтобы это были очень толстые персонажи, хотя Пугну на самом деле достаточно все-таки живучий. Ну и Тускар. Пытался там вхватиться, но все уже ушли отсюда. Не получается у DC на развороте драться, делать хотя бы какие-то убийства. Ну и Инфэймос прекрасно просто-напросто чувствует эту карту. Понимает, где им нужно находиться, где им нужно, опять же, очень быстро уходить. И, казалось бы, нет уже и Тир-2 Тавара на верхней линии, нету Тир-1 Тавара на нижней и Миддл Лейне у команды Инфэймос. Но они все еще не отстают по золоту. Как раз-таки за счет Некрофоса, за счет фарма от Вивера, ну и Бестмастера, у которого тоже все неплохо. Опять же, очень неплохо бустит сейчас Стинкер всю свою команду по золоту, потому что Саппорт, который имеет 3000 Нетворс на 16-й минуте, это, в принципе, опять же, тоже весьма-весьма неплохие показатели. Но, опять же, Кунка здесь участвовал практически во всех файтах, есть у него участие в целых 10 убийствах, так что... Понятно, чем это обусловлено. Так, возвратили Мэсью, Мэсью стоит в Сач-Сарме и на Тик-Вилде, пока что убить его быстро не получается, но есть корабль, корабль, который залетает только лишь по одному Джигернауту. Джигернаут имеет у меня слэш, но догонять здесь никого и не собирается. Да, просто-напросто подхилили сейчас Digital Chaos от Healing Ward'а, будут спокойно дальше бегать, будут спокойно, опять же, наверняка, все же, выходить в пуш уже на Middle Lane. Хотя, с другой стороны, выходить в пуш здесь будет очень сложно, опять же, без Healing Ward'а. Но все ультимейты имеются, все ультимейты имеются и можно удачно подраться здесь, потому что у Дизрафтера и у Кунки сейчас запущен кулдаун на... Действительно важный в файте ультимативные способности. Ну и Инфамус, все-таки, Стингер нашел Тускара, Тускара будут пытаться не отпустить, хотя пока что работает Сноубол и Мэсью, такое ощущение, что все-таки здесь уходит. Приходит уже Джигернаут и решили Инфамус уйти из этой драки. И Кингерди попытается, возможно, сейчас кого-то засыпить, цеплять Дизрафтер. Дизрафтер, правда, уже без тачи армейки дать к филду, поэтому здесь ничего сделать не получится. Нарычали на Кристалл Мэйден, Кристалл Мэйден просто-напросто моментально стерли. Джигернаут распрыгался, но Джигернаут не нанес достаточное количество дэмэджа для того, чтобы кого-то убить. И без умни слэша прямо сейчас стоит под кораблем и должен отправлять в таверну еще и косу. В него закинули 18 минуты игры, 15-10 в пользу команды Инфамус, ну и Кингтека тоже здесь может умереть. Да, Вивер все-таки должен его добивать, есть Торрент, есть, конечно же, Крест, и все это очень хорошо работает. В итоге Тир-2 Тавра лишается сейчас команда DC. Пытается, конечно, сплитить, тем временем пугно, но на Тир-3 Тавра, конечно же, здесь просто-напросто нет смысла даже сейчас покушаться. Как-никак сломать его или даже хорошо пробить, будет очень рискованно, как-никак пугно. Сейчас, опять же, еще и с кулдауном на свиток телепорта, так что зайти и что-то там сломать, ну, действительно, пока что не вариант. 18-ая минута, как-никак еще. Что-то прям заладил я этой фразой, как-никак надо от этого избавляться. Ну, все пока что очень просто. Очень простой план у команды Infamous. Они фармят золото, пытаются драться, после чего сходят, заберут вот эти вот все ТВРа. Тир-1 Тавр на верхней линии, Тир-2 Тавр, например, на той же самой верхней линии. Тир-2 Тавр, который, опять же, у них имеется, получит на этом немалый буст. Тут хорошее такое преимущество, а после того, как появятся некрачи у бестмастера, причем они уже имеются, требуется только лишь их прапать. Но сначала, кстати говоря, все-таки здесь Папита сделает Блинк Даггер, чтобы врываться в того же самого Джиггернаута, каким-нибудь образом выцеплять его в файте. И пугни тоже не давать, ставить там какой-нибудь вард хороший, перекачивать здоровье своим ультимейтам. Ну, будем на это смотреть. Пока что единственная надежда команды DC это Джиггернаут HFN, в котором можно будет, опять же, переливать здоровье. Которого можно будет пытаться сэвить сноуболом. Ну и Джаггеру сейчас действительно нужен 12 уровень для получения второго уровня умнислэша. И вот со вторым уровнем умнислэша уже можно будет более-менее удачно в свою пользу драки проводить. Но не то, чтобы здесь были тонкие персонажи. У Инфамус убивать все же что Бистмастера, что Кунку, что Некрофоса, что, наверное, Вивера очень сложно. А вот Дизраптора, конечно же, можно будет попытаться убивать. Он все-таки достаточно тонкий здесь. Так что... Вот такая пока что ситуация. Действительно, пик очень сбалансированный у Инфамус. Ну и Вивер разгоняется. Вивер делает себе молнии. Появятся они у него, типа, более достаточно скоро. Промайл Роорд здесь зарядили по Пугне. Пугно отправлять в ТВР, ну, по-моему, по-моему, кинуть к Филдом. Просто-напросто три ультимейта потратили сейчас для того, чтобы убить Атуна. Ну и Кинг Тека тоже могут возникнуть сейчас. Большие проблемы, и они будут возникать, потому что его вернули. И должны разбирать прямо сейчас вторым, четвером, пятером. И будет ультимативно от Некрофоса, опять же, продлили немножечко время, которое он проведет в таверне. Таск здесь тоже умирает. Ну и Инфамус просто-напросто переградует сейчас на личном скиле. Как-никак вот эти вот драки, которые они проводят, ну, действительно, очень хорошие. Очень хорошие, и Кунг очень много раз цепляется своих оппонентов. Соответственно, Кунг и Дезраптор, это, наверное, те самые два героя, которые лучше всего могут после файта, после какого-нибудь отхода от своих оппонентов, просто-напросто взять и кого-то засыпить, кого-то вернуть и делать в любом случае какие-то убийства. Ну, так и получается. Пока что 19-10 в пользу команды Инфамус. Ну и 20 вторая минуты игры начинается. Уже целых 30 фрагов примерно к этой минуте. В принципе, полтора фрага в минуту весьма-весьма. У нас получается, я бы не сказал, что сдержанная игра. Не сдержанная игра, скажем так, достаточно активная. Ну, это обуславливается, опять же, тем, о чем я только что говорил. Дезраптор вместе с Кунгой в любом файте совершают хотя бы одно убийство для своей команды. Ну и начиная здесь уже, Джиггернаут все-таки немного подпушивает своими иллюзиями. Он может себе это позволить. HFN будет делать себе следующим артефактом. Уже гифуза. Ну и давайте вообще посмотрим, что имеется по этому обе их команд. Тревела упуганы, есть у него также еще и Эзерленс. Ну и больше пока что особо-таки ничего и не имеется. Да, планируют себе делать что? Планируют сделать форстаф, тем временем есть, опять же, Смоук. Очень неплохой от команды Digital Chaos. Ну и можно посмотреть сейчас, что из этого получится. Так, байтят. Уже Джиггернаута. Прекрасно понимаю, что был здесь Ворон. И его заметили. Врыв есть, конечно же, на HFN. Правда, все как-то слишком далеко уже от него находятся. HFN просто моментально стерли. Уже все-таки файт пошел немного не в ту сторону, в которую хотелось бы команде Digital Chaos. Байбэк, и Джиггернаут будет пытаться возвращаться в этот файт. Кунка живет. Раскачивает все-таки ультимейт свой Crystal Maiden. Кинетик Филд имеется. Пугну отправили в таверну. Дальше преследует Мэсью. Вивер здесь уже очень неплохо его пробивает. Джакира также убили еще. И Сэмка от таверну. Ну и Джиггернаута заставили байбэкнуться. Это просто что-то с чем-то. Выбили Аегис только лишь из Вивера. И файт просто очень односторонний. Пока что не получается абсолютно ничего сделать у команды Digital Chaos. Возможно, даже вот примерно после этого файта, если сейчас убьют Джиггернаута, будет уже прописано Good Game All Played. Есть Торон по HFN. И будут его здесь тоже пытаться убить. Ну и должны, должны, должны это сделать. Трипл килл для команды Инфамос. И 24-ая минута может стать переворотной в этой игре. Хотя особо-таки никакого переворота здесь и нету. В итоге целых 4 тысячи по золоту выигрывают за этот файт Инфамос. Фулл 5-мен ким вайбэк. Да еще и плюс убили Джиггернаута после байбэка. Очень много сейчас проиграли Digital Chaos. Очень много отдали. И мне кажется, что после этого файта уже, скажем так, начерталась определенная точка невозврата в этой игре. Потому что теперь у Вивера все прям, ну, действительно круто. То есть сейчас Папита, это на самом-то деле персонаж со сложной линии, лидирует за... Точнее, лидирует как раз-таки по Нетворсу относительно пугной Джиггернаута. Ну, это действительно очень-очень классно. Это очень хорошие показатели для Бистмастера. Бист, конечно же, может фармить. Бист, конечно же, там со Смлитпуша некоторые деньги получает. Но не то, чтобы все-таки Джиггернаут вот так вот плохо фармил. Жакира отправляется в таверну. Жакиры просто-напросто убиваются с помощью ультимейта Некрофоса. Тир-2 Тавр уже начинает потихонечку гореть в команде Digital Chaos. Пугна. Пока что еще живет. И, между прочим, будет наверняка здесь оставаться в живых. Но ее пытаются сейвить. Но нет, есть по ней фокус. И работают уже некрощи третьего уровня. Мессию здесь также будут забирать. Уже минус 3 в исполнении команды Инфумус. И идут дальше. Идут под Тир-4 Тавр. Будут убивать Джиггернаута. Но это просто уже какой-то провал. Мне кажется, ГГВП. ГГВП прописывает Мессию. Это победа для команды Инфумус. Просто безоговорочная. Ну и все же смогли сыграться. Все же смогли сейчас более-менее привыкнуть, я так понимаю, друг к другу. Удивили меня Инфеймос. Потому что на том же самом ПДЖЛ Миноре. На тех же самых закрытых квалификациях. Они играли прям на уровень ниже. И Digital Chaos SA показывали намного более сыгранные, наверное, все-таки, сыгранные матчапы, сыгранные действия. Сейчас как-то не совсем это получается. Проиграли пики. Ну и все же 10-30 заканчивается эта игра. Вот с таким счетом. Просто в одну сторону. Просто в одну сторону. Можем открыть графики. Можем на них посмотреть. 20 тысяч преимущества. Соответственно, заканчивается эта игра для Инфеймос. Ну и даже ничего не спушили. Вот такие дела. 24 минуты, 25. Все же минут потребовалось команде Инфеймос для того, чтобы закончить это. Бест оф три.